Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Сегодня хотелось бы сказать слова огромной благодарности всем нашим медикам. Глава округа провел встречу с жителями в режиме онлайн. На каждой площади задействованы сотрудники, где-то два, где-то три человека. Общее количество начисленных штатов порядка 500. Как прошла проверка по соблюдению масочного режима, узнал наш корреспондент. Бегать никогда не поздно. Занимайтесь спортом, выходите на пробежку и будет вам счастье. Заниматься спортом полезно в любую погоду. В этом увиделся Александр Колганов. Я стала на первенстве России третьей. Люберецкие спортсмены привезли из Европы серебро и золото. О них расскажем в финале выпуска. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации прошло еженедельное оперативное совещание. Впервые с весны руководители структурных подразделений и ведомств доложили об обстановке на территории Люберец по видеоконференц-связи. На прошлой неделе в полицию поступило 1800 обращений. Возбуждено 25 уголовных дел, 23 раскрыто по горячим следам. На дорогах произошло 178 дорожно-транспортных происшествий, часть из которых из-за неблагоприятных погодных условий. По сигналу тревога подразделения Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона выезжали 41 раз. Больше трех с половиной тысяч звонков поступило в скорую медицинскую помощь. 2760 раз бригады выезжали на вызовы, 818 из которых были экстренными. Круглосуточно работало 25 бригад. Средний нагрузку на бригаду составляло 12 массовых вызовов. Было выездов 7 на ДТП, 7 пострадавших, 5 взрослых, 2 детей. Доезд на ДТП до 20 минут состоял в 100% случаев. Смертей при ДТП не было. Одна из приоритетных тем – ликвидация снежных завалов, расчистка дорог и тротуаров от снега и наледи. Для этого в городском округе Люберцы задействовано 1200 рабочих и 300 единиц специализированной техники. Вот данная погода, когда снегопады и погода через ноль прыгает, то понятно, если вовремя не убрали, потом налить это комками. И суть в том, что эта работа, как бы мы готовились, ну я мягко скажу, организована слабо. Люди раскачиваются. Мы только в начале зимы. И мы не должны допускать, чтобы территория была в таком бесхозном состоянии. По прогнозам синоптиков, на этой неделе на территории московского региона сохранится снежная погода. Возможны оттепели. В связи с этим глава округа поручил подрядным организациям усилить работу по расчистке от снега уличной дорожной сети, остановок, тротуаров, дворов и спортивных площадок. Григорий Ворованин, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Первые снегопады не заставили себя долго ждать. Москву и столичный регион накрыло зимними осадками. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится еще на несколько дней. Как люберецкие коммунальщики справляются с последствиями подарка природы, узнавала наша съемочная группа. Первый снег – красота и радость для детворы и работа в усиленном режиме для коммунальщиков. Одна из задач – обеспечить маленьким жителям беспрепятственный доступ к детской площадке. Ребенок маленький, выходим каждый день, чисто, по крайней мере, всегда. Снега так нет, не валяется. Рабочий день дворников при таких погодных условиях начинается полшестого утра. В первую очередь они избавляют от снега входные группы, затем расчищают тротуары и проезжие части. На участках, где недостаточно одних только лопат, подключается дорожная техника. Мы привлекаем моторизированную технику. Это трактора МТЗ-82, МТЗ-320. Также они осуществляют свою уборку по продавимым территориям, по проездам. Уборка у нас проходит с периодичностью, который устанавливает у нас закон. Это, значит, после окончания выпадения снегопада в течение 12 часов мы проводим уборку всех территорий. А так, работа эта постоянно, она циклична и не прекращается. Под ведомством Люберецкого городского жилищного треста большая часть жилого фонда округа. Управляющая компания обслуживает 880 многоквартирных домов. Количество дворников, а это более 420 человек, достаточно, чтобы справиться даже с самыми обильными снегопадами. Замечаниями по качеству уборки жители Люберец могут обращаться в единую диспетчерскую службу. В Люберцах работает компания, производящая инструмент для устройства буронабивных свай. Его используют для строительства объектов в России и за рубежом. Предприятие расположено на территории промзоны в поселке Тамилино. Единственное предприятие в России, которое производит буровой инструмент в соответствии с регламентами и чертежами известного немецкого бренда. Дочерняя организация иностранной компании начала свою деятельность в Люберцах в 2006 году. Здесь производят около 600 наименований продукции. Это шнеки, керны, ковши и разного диаметра. Производственный весь цикл здесь происходит от начала до конца. Комплектующие поставляются из Германии. Порядка 60% материалоемок с любого инструмента – это комплектующие Германии. Наш заказчик – строительные компании. В общем, те, которые изготавливают фундаменты мастов, гражданки к зданиям и сооружениям. 50% выпускаемой продукции уходит на экспорт. Среди известных российских объектов, на которых использовался буровой инструмент, произведенный этой компанией – Центр санного спорта в Сочи, Русский мост и офисы «Газпромнефти». Мы такие предприятия стремимся и поддерживать, и на сегодняшний день по целому ряду вопросов у нас есть понимание, что дальше предприятиям необходимо, и, естественно, будем помогать. Любое предприятие, которое работает, и есть рабочие места, и заработная плата достаточно приличная – это уже успех. Предприятие производит 300 единиц бурового инструмента в год. Эту работу выполняют 28 сотрудников. Во время первой волны коронавируса компания останавливала свою деятельность на одну неделю. Сейчас весь штат на рабочих местах. Встречу с жителями в режиме онлайн провёл Владимир Ружицкий. Планы по благоустройству парков, подготовка округа к новогодним праздникам и распространение коронавирусной инфекции стали главными темами удалённого совещания. Разговор с люберчанами глава округа начал с обсуждения главной темы уходящего года. Владимир Ружицкий озвучил статистику заболеваемости ковидом, данные по загруженности больниц и напомнил о режиме самоизоляции тем, кто в группе риска. Сегодня хотелось бы сказать слова огромной благодарности всем нашим медикам, это врачам, медсёстрам, все, кто сегодня занимается лечением, все, кто сегодня, по сути, находится на боевом посту, поэтому всем врачам ещё раз говорю спасибо. До Нового года остаётся чуть больше месяца. Сразу несколько вопросов жителей были связаны с проведением ёлок. В этом году детские праздники будут проходить в особом формате. В силу эпидемиологической ситуации не предполагается проведение новогодних мероприятий и сказок. Если позволит погода и, если возможно, будут небольшие группы, это только на открытых территориях в парках. Часть встречи была посвящена благоустройству мест отдыха в округе. Глава Люберец отметил преображение территории Малаховского озера и работу по реновации Наташинского парка. В планах – обустройство ещё 14 рекреационных зон. В каждом посёлке будет своя зона отдыха, поэтому в Красково – это Коренёвский карьер. Также планируем обустроить парки «Парк Марусина», «Парк Победа» и «Берёзовая роща Коренёва». Что касается посёлка Октябрьский, создание парка «Лесная пушка». В завершении встречи Владимир Ружицкий поблагодарил всех, кто задал свои вопросы. Все они зафиксированы в протоколе собрания и приняты в работу. Александр Коганов, Сергей Гвоздев и Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. Профессионалам на подмогу в борьбе с коронавирусной инфекцией приходят студенты-медики. Сейчас в стационарах Люберецкого округа работает 75 студентов. Что мотивирует молодых людей переступать границу красной зоны, узнавала наша съёмочная группа. Очки защитные, либо защитный экран. И в конце мы одеваем вторую пару перчаток и в таком виде отправляемся в красную зону. Там, где без экипировки находиться строго запрещено, врач-стажёр Константин Вельмякин вносит свой вклад в борьбу с главным врагом этого года. В красной зоне инфекционного стационара он помогает врачам, анестезиологам, реаниматологам. Сейчас у нас в стране такая эпидемическая обстановка, что врачей в принципе не хватает. Своим участием решил, так сказать, помочь и больницам. Это и хороший клинический опыт для себя. И в дальнейшем, я думаю, пригодится это всё. Смена медицинской сестры Ангелины Кривобоковой начинается в 8 утра и длится сутки. В её обязанностях уход за пациентами и работа по листу назначений. Студентка 6-го курса Сеченовского университета говорит, что к жизни в таком формате привыкла ещё весной. Немного изменилось представление о мире, о том, как всё может быть устроено, о том, как может быть мир. То, что может быть какая-то изоляция, какие-то особые условия труда. Как бы это всё интересный опыт, впечатляющий. Те, кто работают в красной зоне, проживают в специальном обсерваторе. Встречи с родными и близкими только в режиме видеосвязи. О том, когда закончится практика и возобновится полноценная учёба, Константин и Ангелина пока не знают. Новый год они будут встречать с коллегами. Александр Колганов, Денис Зоугольников, телеканал ЛРТ. Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» проводит акцию «Лови гранат». Медикам вручают фрукты, которые способствуют укреплению иммунитета. Витаминные наборы получили люберецкие врачи. Написали, что зелёный чай и граната – это кроме того, что вкусно и чем полезно. Состав гранатового сока действительно впечатляет. В нём содержатся аминокислоты и микроэлементы витамины групп В и С. Именно эти чудодейственные фрукты получил персонал Люберецкой областной больницы. Мы дали такой посыл, что надо заниматься здоровым питанием. И, в принципе, посыл через медиков, потому что медики находятся на переднем краю вот этой пандемии или противостояния вирусу. Поэтому медики больше всего в этом нуждаются. Организатор акции партия «Единая Россия». Первое стационарное отделение Люберецкой областной больницы активисты привезли 250 килограммов спелых гранат и зелёный чай. Мы сегодня приурочили данную акцию и привезли немножко подкрепиться и повысить свой иммунитет нашим дорогим медикам. Полезный набор витаминов получили и те, кто первыми приходят на помощь. У сотрудников скорой колоссальная нагрузка. Эпидемия коронавируса пересеклась с сезонным гриппом. В защите от простудных и вирусных заболеваний врачи сейчас нуждаются как никогда. На следующей неделе должны устанавливать во всех поликлиниках наших такие стеклянные перегородки в зоне рецепшн. Они были сняты два или три года назад для того, чтобы доступная среда лицом к клиенту, так скажем. Но медицина всё-таки не обычная сфера услуг. И здесь надо бороться в том числе и с заболеваниями, обеспечивать какую-то защиту нашим администраторам, докторам. Кроме свежих фруктов и чая, сотрудникам скорой медицинской помощи по их пожеланию вручили защитные маски и микроволновую печь. Эта акция – часть регионального проекта «Спасибо врачам», который стартовал в Подмосковье в конце мая. На этом поддержка медиков не остановилась. Проекты, направленные на помощь врачам, продолжаются в столичном регионе. Свою лепту сюда вносит автотранспортное предприятие «Радтранс». Как и во время первой волны эпидемии, они перевозят врачей на вызовы к пациентам, а также доставляют медиков на работу и домой. В этот раз к Клюберецким врачам водители микроавтобусов приехали не с пустыми руками. Свежие фрукты для поднятия настроения и иммунитета. Полезные угощения медикам сегодня нужны как никогда. После недолгого затишья они снова на передовой борьбы с инфекцией. И это лишь маленький знак благодарности за нелёгкий труд. Сегодня мы запланировали фрукты. В дальнейшем будем, естественно, думать и проводить другие мероприятия. Такая акция – небольшое дополнение к основной помощи, которую оказывают медикам представители компании-перевозчика. Ежедневно около 50 автобусов с водителями в распоряжении врачей. Инициатива принадлежит Министерству транспорта и Министерству здравоохранения Московской области. Они с нами работают с 8 до 23 часов в будни, включая и выходные дни. И после смены разводят даже врачей по домам. Мы выражаем огромную благодарность, говорим искреннее спасибо. Помощь в транспортировке врачей оказывают во всех больницах и поликлиниках округа. Приятный бонус в виде фруктов сегодня получат все Люберецкие медучреждения. Мы понимаем, насколько колоссальная физическая и моральная нагрузка сейчас легла на плечи врачей. Поэтому от лица компании мы решили выразить такую благодарность. Волонтеры округа оказывают помощь тем, кто находится в зоне риска. Люберецкий штаб объединяет единомышленников, однокурсников, друзей, а иногда и родственников. Рабочие будни семейного тандема помощи в репортаже моих коллег. Константин и Мария Калугин и родные брат и сестра. Помогать людям, которые из-за пандемии вынуждены оставаться дома, они начали весной. Маша осваивает специальность филолога. Говорит, пандемия заставила по-другому взглянуть на пожилых. Наверное, лучше стала понимать и своих бабушку с дедушкой после этого. И интересные истории они, конечно, рассказывали о прошлом, а даже о моем городе, в котором я выросла в Люберцах. Узнала много нового от них. Вместе веселее и удобнее. В среднем за один день ребята выезжают на четыре вызова. Если нужно купить лекарства, то иногда приходится посетить несколько аптек. Конечно, лекарства, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Мне никуда не дойти. Огромное вам спасибо, ребят. Дай Бог вам здоровья. Спасибо большое. Спасибо вам всем. Следующий вызов – покупка продуктов. Занятие не менее ответственное, чем покупка медикаментов. Провизию сверяют строго по списку. Проверяй. Картошка 3 килограмма, молоко 3 литра, сырковая масса с изюмом 2 штуки, сыр 250 грамм. С волонтерством Костю познакомила именно сестра. Помощь людям он совмещает с учебой в Гагаринском техникуме. Будущее планируют связать с вертолетостроением. Я занимаюсь волонтерством, потому что надо помогать людям. И они помогут тебе в любой ситуации. Ну а кто должен помогать? Кто, если не мы? В Люберецком штабе волонтеров трудятся 150 единомышленников. Активисты обрабатывают более 15 заявок. Анна Троян, Александр Колганов и Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. Проверки соблюдения масочного режима продолжаются. На этот раз под инспекцию попал торгово-развлекательный центр на севере Люберец. Вместе с Владимиром Ружицким в рейд отправилась Луиза Регия Зарян. Пройти мимо, не померив температуру, не получится. У каждого входа посетителю встречает контролер COVID-19. Напоминать о ношении маски практически не приходится. Без средства защиты заходят единицы. Посещаемость торгового центра высокая. Здесь более 100 помещений. Магазины, развлекательные спортивные комплексы, фудкорт и кинотеатр. Средняя проходимость в будни примерно 11 тысяч человек. В праздничные выходные дни эта цифра приближается к 17 тысячам. Вопросам безопасности во время пандемии руководство торгового центра уделяет особое внимание. На каждой площади задействованы сотрудники, где-то 2, где-то 3 человека. Общее количество на числе штата порядка 500. 10% от общего числа работающих сдают БЦР-тесты на коронавирусную инфекцию и предоставляют нам отчёт. Жизнь по новым, но уже привычным правилам. Обработка контактных поверхностей и дезинфекция помещений проходит каждые 2 часа. Разметка дистанции и наличие санитайзеров здесь на каждом шагу. Всё достаточно чистенько, аккуратно, ухоженно. И я не встретил ни одного человека без маски. Я уже не говорю о персонале, который есть в работе. Наша задача – это сохранить себя, здоровье и просто выйти на нормальный уровень жизни. Вот я думаю, что мы где-то на эту тропу уже, по сути, вышли. В городском округе Люберцы более 60 крупных торговых центров. Во время первой волны коронавируса эти объекты были временно закрыты. Сейчас торгово-развлекательные комплексы работают. Но посетители должны смириться с особенностями 2020 года. Снег пробежкам не помеха. В парке Наташинские пруды собрались любители активного образа жизни. В любую погоду, круглый год они выходят на парковый марафон. О том, как укрепить иммунитет и с улыбкой выйти на финишную прямую – в репортаже моих коллег. Бегать никогда не поздно. Занимайтесь спортом, выходите на пробежку и будет вам счастье. Учительница начальных классов Ирина Ермакова со спортом на «ты» с самого детства. В прошлом – абсолютная чемпионка СССР по парашютному спорту. В настоящем – любитель здорового и активного образа жизни. Говорит, что такое упражнение улучшает кровообращение головного мозга. Потому что мы же все время ходим головой вверх, а получается, что к голове приток крови практически не поступает. А здесь, посмотрите, сколько и для лица полезно, и для кожи головы, и для волос, для роста волос. Ну и вообще для того, чтобы думать лучше. Для поддержания тонуса и физической формы Ирина 9 лет занимается бегом. В копилке достижений – участие в 14 марафонах. На 5-километровую пробежку по первому снегу в Наташинский парк пришла с единомышленниками. Среди них и профессионалы, и бегуны-любители. Здесь идет общение не только на темы бега, но на темы спорта, развития. Мы знакомимся друг с другом, общаемся. Бег – это весело, бег – это общение, это получение такой эмоции. Возникает желание не только бегать, что-то творить, что-то делать, куда-то общаться, приносить какую-то пользу. Знатоки уверяют – бег хорош в любую погоду, даже в снежную. Чтобы занятия спортом в зимнее время приносили удовольствие и пользу, для пробежек необходимо правильно подобрать обувь и одежду. Сегодня вот на мне два слоя, то есть это обязательно термобелье и спортивные тайсы. Здесь то же самое. Жилетка при беге у меня снимается. Сейчас после бега одевается, чтобы было комфортно и тепло. Обязательно головной убор, баф, потому что, чтобы закрыть дыхательные пути, если вдруг похолодало. В парках округа созданы все условия для семейного отдыха и занятий спортом. Круглый год активно и с пользой провести время помогут спортивные и детские площадки. Летом – веревочные аттракционы и прокат велотранспорта. В зимнее время в местах отдыха можно покататься на лыжах. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. И еще немного про здоровый образ жизни. В парках округа проходят спортивные тренировки. Занятия фитнесом проходят в любимых местах отдыха люберчан. Энергичная разминка – упражнения для мышц пресса, рук и ног. С пользой для тела Марина Щеглова посещает парк Малаховское озеро три раза в неделю. Девушка уверена – фитнес в сочетании с созерцанием красивых видов любимого парка – залог отличного настроения. «Хочется сюда приходить, заниматься спортом. Как говорят люберцы – территория спорта. Поэтому у нас Малаховка теперь – территория спорта. Есть вот такой парк, куда можно приходить, заниматься, гулять с детьми. Все, что угодно. На любой вкус и цвет. Тренировка в Наташинском парке включает в себя упражнения на скручивание и разгрузку позвоночника, укрепление рук, плечевых и коленных суставов. Инструктор по адаптивной физической культуре Александр Карпенко говорит, что для занятий на улице холод даже полезнее, чем тепло. У нас внутри в организме вступают в действие защитные силы, иммунитет. Мы начинаем более активно вырабатывать тепло. И здесь, как ничто, очень важна именно активность и движение». Парки округа оснащены комфортными и современными спортивными площадками. Большой выбор снарядов и удобное покрытие позволяют проводить полноценные тренировки круглый год. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. «Люберцы» – территория спорта. Это звание в очередной раз подтвердили жители городского округа. Воспитанники комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Диана Ермакова и Владислав Комаров вернулись с первенства Европы по боксу с медалями. С призерами встретились и мы. На пьедестале два российских спортсмена и оба из «Люберец». У Дианы Ермаковой золото, а у Владислава Комарова серебро. Каждый показал отличный результат в своей весовой категории. Я стал на первенстве России третьим. И так получилось, что из-за пандемии в 48 килограмм девочка заболела коронавирусом. И у меня была возможность поехать на Европу вместо нее. Я провела два боя. Первый бой был очень сложный. Но у меня получилось вырвать победу. Первый бой у меня был с Арменией, мальчик. Потом второй бой с Румынией. Третий с Македонией. А четвертый финальный бой был с украинцем. Я ожидал победы на самом деле в этом бою. Но так вот прошло не по плану кое-что. И вот ошибки были свои. Вот там сделал ошибки. Из ошибок я вот расплатился вторым местом. Свои ошибки Владислав планирует исправить в Польше. На чемпионате мира в апреле следующего года. Диана обещает не сдавать позиции и также привезти оттуда золото. А пока они принимают поздравления за свою первую весомую победу. Люберец, мы все говорим, что территория спорта – это правда. Но эту территорию спорта делают такие ребята, как вы, вместе с тренерским составом. Первенство Европы по боксу проходило в Черногорском городе Будва. В соревнованиях приняли участие 175 спортсменов из 22 стран. Россию представляли 18 юных боксеров. Я считаю, что результат для бокса, для Люберецкого – это очень высокий, так как два члена сборной команды представляют наш округ. Надеемся, что в ближайшее будущее они станут олимпийскими чемпионами. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей можете посмотреть на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин